В ситуационном центре Республики Дагестан под руководством заместителя председателя правительства Республики Дагестан Рамазана Джафарова прошло заседание комиссии при главе Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие приняли участие представители министерств и ведомств Республики. Открывая встречу, вице-премьер отметил, что на повестке дня обсуждение актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения региона и его защитой от возможных чрезвычайных ситуаций. Первый с докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Зимин. Мероприятие, проведенное в 2023 году и запланированное на 2024 год, безусловно направлено на безопасность в опуск павоков текущего года. Так, министерством, за счет средств федерального бюджета, выделяемых анализацию передов полномочий, субвенции, завершены работы по расчистке новогубительных работ реки Шин-Нас-Чай для защиты села Калар, Куньского района. Частично завершены работы, предусмотрены на 2023 год, по расчистке новогубительных работ реки Чакет-Сазин, по идее города Махачкалы и Республики Дагестан. В прошлом году на территории Республики произошло два лесных пожара на общей площади 3,3 гектара. Основной причиной возникновения остается человеческий фактор. Это и умышленные поджоги, неосторожное обращение с огнем, а также переход огня с определенных к лесу территорий. В соответствии с постановлением правительства номер 377 от 17 мая 2011 года, разработаны и утверждены приказом комитета плана улучшения лесных пожаров по всем лесничествам на 2024 год. Также разработан сводный план улучшения лесных пожаров, утвержденный главой Республики 19 февраля 2024 года. Для своевременного выполнения необходимого комплекса противопожарных мероприятий и до наступления пожароопасного сезона доведено госзадание до лесопожарного центра. На слайде представлены объемы работ, которые у нас выполняются ежегодно. Эти объемы работ в 2023 году выполнены в полном объеме. На 2024 год, в начале января объемы доведены. Учреждение приступило к выполнению и уже начитало. Рассматривая вопрос подготовки к проведению детской здоровительной кампании и летнего купального сезона 2024 года на территории Республики, было озвучено, что для организации отдыха детей в летний период планируют работать 238 лагерей с охватом свыше 37 тысяч детей. Также был озвучен вопрос подготовки к проведению летнего купального сезона и обеспечению безопасности людей на водных объектах. На территории Республики более 100 мест массового отдыха людей на воде. В последние годы растет туристический поток в Республику. В этом году также ожидается большое количество туристов. В соответствии с действующим федеральным законодательством, в реестре организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики, смогут войти детские оздоровительные организации, которые имеют соответствующее эпидемиологическое заключение и акт об обеспечении пожарной безопасности. Детские оздоровительные лагеря, которые не войдут в реестр, не смогут оказывать услуги отдыха и оздоровления на территории Республики. Эта работа Ромазан Джафаровича уже начата. Была проведена соответствующая совещание с муниципалитетами и с профильными органами государственной власти. На базе Республиканского центра оздоровления Солнечной двери, который является одним из самых крупных у нас в Республике, определен базовый центр движения детей и молодежи, движения первых, в котором будут проходить профильные смены. В целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения происшествий Ромазан Джафаров поручил главам муниципальных образований незамедлительно организовать мероприятие по приведению в соответствии водных объектов с установленными требованиями правил охраны жизни людей на водных объектах. Далее вице-премьеру доложили об исполнении главами муниципальных образований Дагестана протокольных поручений, данных по итогам заседания комиссии по ЧАЭС по вопросу о создании и развитии муниципальной системы оповещения населения. Подводя итоги заседания, по всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения и рекомендации, исполнение которых будет контролироваться правительством Республики Дагестан. Глава регионального чрезвычайного ведомства Нариман Казимагомедов в свою очередь поручил ответственным лицам обеспечить исполнение принятых решений.